Так, все на местах, Палыч на месте, Палыча не был одинек. Скучали? Не скучали? Признавайтесь. Ну, если не скучали, то все равно сейчас Палыч будет немножечко забивать вам голову. Значит, и так. Всем привет, всем здравствуйте, княжницы, милые дамы, большую всем приветище. Приступаем непосредственно с вами в очередной раз к обзору. Ну, это как всегда, вот чуть-чуть, знаете, перестановка слов не меняет содержимого сути. Ну, слова Палыча как бы немножечко буромят с окончанием, это семейное, семейное. Поэтому не серчайте. Итак, значит, мы сегодня с вами приступаем к обзору. Последнего ролика Натальи, там, где Наташка, знаете, делала такие непреображения в своей внешности, ну, превращалась в модель. Поговорим вот об этих моментах, об машине, об делах насущных, об деде, об, естественно, куда без кошаков, курей и всего прочего, без тонюхи в том числе. Поэтому перед началом ролика с вас лайков за видос, коммент, подписочка и, собственно говоря, полетели. Значит, новый день настает у Натали и Натаха первым делом, значит, показывает нам с вами свое грязное окно. Пху, тут Палыч не бурой, она показывает своих, по ее мнению, животных, детей, детишек. Ну, и по ее мнению, опять же, это просто мы видим с вами животные, кошки, собаки, будем называть своими именами. Кошки, собаки, одни, значит, кошки, собаки внутри хаты, другие кошки, собаки за пределами хаты. Знаете, все прекрасно, все великолепно, в принципе, на том, что одним тепло, одни в хате, другим холодно, другие за пределами хаты. И жмутся они друг к другу не потому, что собака и кошка друзья, а потому, что они подзамерзли. Ну, да ладно, тут не в этом главный момент был, а в том, что сколько она показывала этих кошек, я не знаю, не то мне, там у глаза это кинулось, не то, а и вам, в том числе, это именно ее грязное окно. Ее грязное, засаленное, зачуханное окно. Ну, что до этого вам Балыч ванговал, что, собственно говоря, вы писали в комментах о том, что окно будет, в принципе, весь год зачуханное, но только, знаете, пока дожди будут идти, возможно, будет смывать, естественно, такой водой. Либо раз в год, когда Натаха будет на праздник какой-то, перед праздничком, мыть те самые окна. Пока что видим то, что видим. Значит, что у нас сегодня из основных микромоментов? Из основных микромоментов Натаха отправляется сделать причесон. Ну, как причесон? Подслиться, потом покраситься. Вот с этого мы с вами немножечко поговорим. Начнем, вернее. Значит, Наташка решила преобразиться. Знаете, такая, ну, вот модель. Вот реально, вот без шуток говорю, после подстриженного, после покрашенного, вот реально модель на подиум. Кто не согласен, напишите в комментах. Получу, очень сильно понравилось. Наташечка, молодец. Значит, перед тем, как поехать, очень было интересно, значит, говорить деду о том, что я поехала. В ответ ни привета, ничего не слышно, потому что, можем только с вами догадываться, и скорее всего, так оно и есть. Несмотря на то, что время уже, наверное, обед, дед еще спит. Она, собственно говоря, и погубаривая, было понятно в этот день, что сама только что проснулась. Лицо такое, как будто все с бадуна, волосы вот так вот, все кулем. Ну, конечно, волосы тут напишут, потому что были нестрижены, и потом подстриглась, все изменилось. Ну, мы-то с вами знаем, ребятки, суть. Значит, поехала. Поехала, значит, подстриглась. В дороге, перед дорогой, вернее, прогрела свою машину. Это все говорит, это все показывает. Говорит о том, что подписчица ее там просила показывать дорогу в пути, меняющейся картинки. Это очень интересно, очень интересно, посмотреть, особенно на ее вот этой колымаги разбитой. Как Анташка снимает себя или с ракурса снизу, посмотреть ее трясущий подбородок, или посмотреть напрямую в поле. Да, это очень интересно, поэтому Губарева продолжает дальше показывать все вот эти свои достопримечательности, пейзажи. Приехала домой, привезла, значит, краски. Касаемо краски, я не понял этого микромомента, то, что цвет краски был пепельный. Если мы немножечко вспомним, то цвет волос у Натахи без краски, пепельный. Ну, он седой просто. Макушка там давно уже, ну, седые волосы растут, поэтому зачем такой цвет краситься было, я не знаю, конечно. Но опять, наркозный цвет мне, вот если честно, немножечко цвет не зашел. Но опять, это как бы главное, чтобы от Натали понравилось. Понравился ли вам, тоже напишите ниже в комментиках. Далее. Так, сейчас мы с вами поговорим, сейчас по поводу Васи. Просто, чтобы не пропустить, у Павловича есть такие небольшие заменочки. А, вот очень такой важный, значит, момент. Мне очень сильно сегодня понравилось ее такое высказывание. Когда, знаете, она приехала, значит, с этого, с подстрижки. Дома надо вроде бы покраситься. И опять-таки, как в очередной раз, ну, что-то там сделать. Якобы, якобы сделать. Сегодня у нас это было пылесосение полов. Говорит такую фразу. Говорит, как же она сказала, блин, как говорится, день тяжелый. Вот, как говорится, день тяжелый. Вдумайтесь в эту фразу. Для кого-то, может быть, он день и тяжелый. Потому что, действительно, люди заняты какими-то хлопотами, делами и прочее. Но в твоем контексте Губарева, как говорится, он только как говорится. Не более того, потому что мы только и видим, что только в основном тут все как говорится. Это как бы со мной кредом. Кредом, мне так кажется. Ну, ладно. Значит, так-так-так. А, вот тоже интересный момент был. Значит, по поводу Васи. Значит, сегодня, значит, в кадре промелькнул Васька. Ну, промелькнул Васька мельком. Где-то там был в курятнике. В очередной, ну, не в курятнике. В гараже был вместе с дедом. Пили кофе. Как говорит Губарева, значит, и Вася с дедушкой, значит, пьют кофе. Ну, значит, вот знаете, если так вот разобраться, просто вот по порядочку. В очередной раз убеждаюсь в том, что Вася, скорее всего, пришел к ней не для того, чтобы кофе попить. А пришел для того, чтобы дела сделать. Значит, как сегодня она показала, что было сделано. Привезла, значит, якобы дед привез крыльцу. Значит, дрова привез, уголь привез, коробку какую-то притащил там с полениями и прочее. В очередной раз убеждаюсь, что это все сделал Вася. Дед, как уже не раз наблюдал, я про это, в основном руки в брюки стоит. Нет, я за это ничего не говорю, но просто Вася является тем самым человеком, который просто там делает все. Всю работу по ремонту, всю работу, ну, даже, наверное, по хозяйству, возможно, в чем-то. Короче, просто за это человеку платится, скорее всего, платится, наверное, деньгами. Я думаю, ну, любовью же, потому что, ну, никак, наверное, не связано. Соответственно, как бы, Вася просто тот человек, который зарабатывает деньги. Так и сегодня, значит, вот если так вдуматься на секунду, пьет, наверное, кофе Вася с дедом. Ну, если ты пьешь кофе, то на стол, кроме кофе двух кружек, принято, наверное, еще поставить булочки какие-нибудь, печенье, конфеты поставить, когда ты ждешь гостя, так зовешь его на кофе. Значит, на столе мы видим просто с вами стоят две чашки кофе. Две чашки просто этой воды налиты. Все, больше ничего нету. Дорогой Вася, я знаю, что, наверное, знаешь, ты, может быть, палыча смотришь иногда, кто-то, может, в комментариях напишет, процитирует палыча, напишет чуть-чуть по-другому, по-своему, по-своему коммент. Но посыл такой, значит, смотри. У Губарева, как сегодня она показала курятник, значит, знаешь, с каждым разом курятник все превращается в все более такую, не просто яму, просто бездну. Вот на территории у него двора, это бездна. Причем бездна, знаешь, скажем, днем все больше и больше затягивается. Вот этим мусором, хламом, грязью и прочее. Значит, так и в курятнике. Значит, если до этого в курятнике хоть что-то там было, ну, как бы хоть что-то было, там ничего не было, там были одни голые стены, бетон был, загаженность, темнота и прочее. Это момент, когда ты провел свет. Свет провел, да, молодец. Но судя по сегодняшней картинке, то, что в кадре было видно, а было видно то, что белые куры бегают там, эти коробки спаивают, поилка, откуда они едят, кормушка. Все грязное, все в говне, все это в грязи, темени. Поэтому там куры не несутся. Ну, какие куры будут нести в таких условиях? Я понимаю, на дворе у нас с вами осень, зима наступает. Меньше у них наступает этот период, чтобы для носки яиц. Ну, когда у тебя в курятнике просто, ну, одним словом, дно, то какие-то могут быть яйца. Там, как бы, куры в целом бы не крякнули в таких условиях. Не зря у них там уже какие-то там курица, она крякала. Так же эти все курицы покрякают. Ну, крякают не в том смысле, что кря-кря, а в другом смысле. Кто поймет, тот понял. В общем, значит, посыл какой? Посыл, главное, значит, уберись. Уберись, делай, наведи там порядок. Потом, конечно, Губарев скажет, что она сделала. Ну, мы-то все прекрасно знаем. Ху из ху. Кто есть кто, то видишь. Значит, все. Значит, я, в принципе, по всем основным микробоментикам прошелся. Собственно говоря, у нас время подходит к концу. Палыч сегодня вышел так там быстренько, быстренько вышел на связь, потому что небольшие есть делишки, хлопочем. Ну, ничего, мы еще чуть-чуть, правда, до конца этой неделики мы с вами вернемся в нужное нами русло. Три поколения будут, собственно говоря, бабковь. Я иногда смотрю, но просто не хватает времени, чтобы все это освоить. Такую огромную, не знаю даже, как назвать этим словом, культурно. Ладно, все. Буду с вами прощаться, чтобы видеться с вами вновь. С вами был Егор Павлович Княшин. Я буду с вами очень скоро. Всем пока. До встречи всем. Пока.